Чоунт или хамин – это рецепт легенда. Вряд ли есть более укрепившееся в еврейской кулинарной традиции блюдо, чем чоунт. Его готовят в любой еврейской семье по всему миру. И у каждой семьи есть свой, единственно правильный рецепт. Я же предлагаю свой вариант, современное прочтение. Своим появлением чоунт или хамин, обязан соблюдению религиозных традиций субботы, шабата, седьмого дня недели, в которой положено отдыхать. Совсем отдыхать, совершенно. Даже еду не готовить. Но кушать хочется в любой день. Вот и появился чоунт, блюдо, которое томится на очень небольшом огне с вечера пятницы по субботний обед. Насыщенное, питательное, вкусное и само себя варит. Раньше жители часто относили чугунки с чоунтом в местную пекарню, где в печи после хлебов он и готовился себе потихонечку. Сегодня с появлением мультиварок, приготовить чоунт стало еще проще. Смесь фасоли разного цвета замочите в холодной воде на ночь или часов, на пять-шесть. Затем промойте чистой водой и немного обсушите. Я готовила вариант, распространенный у ашкенасских евреев, с перловкой. Надо отметить, что перловка получается вкуснейшая. Замочите ее на два-три часа в холодной воде, затем промойте и дайте стечь. Морковь очистите и крупно нарежьте кругляшами или кубиками. Картофель берите некрупный, его кладут целиком. Удобно готовить с молодым картофелем. Очистите клубни и промойте. Также разберите на зубки и очистите головку чеснока. Говядину, а для чем-то можно брать любую самую жесткую часть туши, нарежьте крупными кубиками. Можно также класть мясо одним куском, но так удобнее есть. Обжарьте мясо в чашу мультиварки порциями до румяного цвета на режиме жарка. Выньте мясо и обжарьте лук до румянца. Верните мясо в чашу.